Ну что же, я снова всех приветствую, дорогие друзья, уважаемые подписчики. Еще один интересный прогноз для вас разобрал, а именно Джонатан Мартинес против Дэви Гранда. Ну а перед началом, друзья, кто не подписан, обязательно подписывайтесь и давайте, говорится, развиваться дальше. Ну а мы начинаем, друзья, наверное, со статистики. Джонатан Мартинес, 15 боев, 12 побед, 7 из них нокаутом, 3 решением, 2 сабмишином. При трех поражениях, 2 из них решением. Вот, в принципе, в принципе, Джонатан Мартинес это довольно универсальный боец. То есть он может и в партере, и в стойке, и неплохой удар он как бы имеет. Да и в целом, как бы, работает он очень хорошо, как бы, во всех аспектах. Что же касательно Дэви Гранда, друзья, потому что здесь у букмекеров Джонатан Мартинес идет невероятным фаворитом. И, проанализировав все, фаворитом он идет за счет молодости, скажем так, то, что он голодный к победам, да. Дэви Гранд идет здесь большущим андердогом, вот не помню точно как, там чуть ли не по 4 на него дают. Хотя, друзья, Дэви Гранд, у него 16 боев, 12 побед, 2 нокаутом, 2 решением, 2 нокаутом, 8 решением, 2 сабмишином. При 4 поражениях, 4 решения. В принципе, в принципе, Дэви Гранда никто так и не удосрочил, да. И прям вот так вот сильно, сильно переоценен Мартинес, как по мне. Ведь Дэви Гранд тоже, он своего плана универсал, который полагается на свои большие, наверное, джистерские навыки. Но все же, все же, поединок затянуть как-то по очкам, ну, в целом он может. И в этом он также очень неплохо, да. Вот. И у меня стал серьезный вопрос, то, что, ну, реально, ну, как бы, в этом аспекте, да, я соглашусь, то, что у Мартинеса больше, в принципе, козырей для победы. Он более молод, более свеж, более голодный до побед. Но, но, зачем так серьезно вот списывать Дэви Гранд со счетов, да. Ведь примерно, если взять по навыкам, то и не на голову там Мартинес выше. Да, он будет получше, там, в аспектах ударки особенно, да, он будет получше. Я вообще никак не спорю. В джистерских навыках, я бы сказал, друзья, честно говоря, 50 на 50. То есть, бойцы примерно, с небольшим преимуществом Мартинеса, примерно плюс-минус равного калибра. И долго думали над этим поединком, там, просто забирать, там, победу Мартинеса, или досрочку Мартинеса при тех обстоятельствах, что Гранда так и никто и не финишировал, друзья. Мне здесь кажется, что в данном поединке я вообще не полезу в исходы, да, то есть, может быть, непредсказуемо. Я не сильно удивлюсь, если вообще, чисто в теории, Дэви Гранд может забрать решением судей, друзья. Я бы вообще никак не удивился, да, не был бы там, вау, как так, да. Поэтому, друзья, я считаю, самая оптимальная ставка на данный бой, это то, что третий раунд начнется, да, коэффициент 1.5. Я считаю то, что, да, у Мартинеса, там, есть шанс, там, попробовать потрясти, там, то, что в борьбе, там, он может, там, засобмишить, там, или еще что-то, друзья. А я в это вообще, как бы, не верю. Дэви Гранд очень неплохо. Я считаю, в этом аспекте он даже, даже, возможно, где-то получше будет того же Джонатана Мартинеса, ну, или примерно равны, это уж точно, да. В ударной технике я соглашусь, то, что Мартинес, в принципе, по праву идет фаворитом, да. Но рассчитывать на быструю его досрочную победу, я считаю, что за три раунда, ну, как-то мне вообще не видится. Тем более, с тем фактом, что у Дэви Гранда очень хороший держак, да. Здесь, как бы, вообще бесспорно. Поэтому, считаю, очень неплохая ставка, процентов 60-65 дал бы данному заходу. Это, разве что, я могу предположить, какой-то реальный лайки-панч пройдет от Мартинеса, да. Не вижу он, как он будет деклассировать, избивать, там, и то, что рефери вмешается, какой-то лайки-панч, все, не более того. А так, еще, друзья, ставка такая. Смотрите, вот опять-таки, интересно. Это вторая ставка уже, это то, что, друзья, полный бой, да, 1,6. Заметьте. А просто то, что победа решением судей, коэффициент дается 1,7. Вот именно победу, именно еще вторая ставка решением судей за 1,7. Здесь, также, в данном противостоянии, довольно неплохо смотрится. Почему, друзья? Ну, я сильно не вижу здесь лайки-панчи от Мартинеса. В каких-то моментах потрясти, да, видится картина, где он может Дэви Гранта. Дэви Грант, все же, на опыте, я думаю, будет стараться перещелкать по очкам. Это лично мое мнение в данном поединке. Получится или нет, вопрос другой. Но забирать чистую победу Мартинеса за коэффициент 1,3, я думаю, вообще никак неуместно. Это мое мнение. Так что, друзья, ставки я предложил на данный бой. Выделитесь своим мнением, что вы думаете по данному поединку. Кто для вас здесь фаворит и, главное, в чем фаворит. Да, для меня в каком-то плане именно в стойке интереснее, конечно же, будет голодный Мартинес. Я не спорю, но Дэви Грант, я не считаю, что его так уж стоит здесь списать за счетов, как списал Мекер. Если чисто в теории, чисто в теории даже, друзья, для каких-то отшибленных, рискованных экспрессов можно засунуть победу Гранта и решением судей. Почему нет? Кэфф там вообще бомбовский. Правда, не смотрел, но, наверное, там 5 или вообще за 5 где-то дают на этот исход. Но, опять-таки, это вообще из рода вон выходящий, это просто для рискованных экспрессов тупо на копейки. А так, основными ставками я с вами поделился, друзья. Ну что ж, у меня на этом все. Буду готовить для вас новые прогнозы. До новых встреч, друзья. До новых прогнозов.